Друзья, здравствуйте! Вы на Первом городском. Это проект теледоктор и тема нашего эфира Сегодня это рак кожи. И на эту тематику мы будем говорить с врачом-онкологом высшей категории Криворожского онкодиспансера Кулак Сергей Валерьевич. У нас в студии. Сергей Валерьевич, здравствуйте! Добрый день! Ну, я обрисую формат нашей передачи. Сначала мы смотрим сюжет, потом возвращаемся в эту студию и уже на заданную тематику мы начинаем разговаривать. Итак, уважаемые друзья, сначала сюжет. Из всех онкологических заболеваний рак кожи находится на первом месте. Опухоль бывает доброкачественная и злокачественная. Она возникает непосредственно из-за травмирования кожи, к примеру, ожоги, царапины, выдавливания прыщей. Рак кожи возникает при неконтролируемом росте атипичных клеток в одном из слоев кожи. Наиболее распространенных форм рака кожи три, и они различаются по типу клеток. Характерная симптоматика – несимметричная по форме новообразования, большого размера, со слишком темным или светлым цветом. Иногда она может кровоточить и покрываться корочкой. С злокачественными новообразованиями симптомы – это может быть изязвление, это может быть зуд, покраснение, язвочки, какие-то припухлости, образование бугорков. Если человек заметил какие-то изменения, целесообразно обратиться на прием к доктору семейному, который сделает дообследование и направит на консультацию в онкодиспансер. Анастасия рассказывает, год назад в районе носа появился гнойник. Она его выдавила и прижила спиртом. Позже женщина заметила, что рана начала краснеть и разрастаться. Обратившись к врачу, услышала шокирующий диагноз – рак. Не болит, ни где ничего, просто такая пленка образуется и все. Ну, я решила через год прийти до врача. Воно уже, конечно, поздно, потому что, бачите, начало разрастаться на слезные каналчики, на носите. Диагностирует рак кожи во время визуального осмотра. Если у врача возникли подозрения, может производиться биопсия, то есть исследование небольшого участка кожи. Она позволяет определить, злокачественная ли опухоль, а также ее тип и стадию. Далее – лечение. Оно может быть как хирургическое, так и лучевое. Лечение может быть или как хирургическим, или как лучевым методом. Все зависит от стадии процесса, от распространения опухоли. Если на тех участках кожи, где невозможно сделать хирургическое лечение, к примеру, это лицо, складки где-то, тогда чаще используется лучевой метод лечения. Метод лечения определяет консилиум. При хирургическом опухоль удаляется во время операции. При лучевом раковые клетки уничтожаются ионизирующим излучением. Аппарат «Тераган» предназначен для дистанционной променевы терапии хворих онкологического профиля. Щодня в нашем отделении отримает променеву терапию близко 80 пациентов. Мы променюем хворих в предоперационном плане, после операции, а в плане паліативной медической помощи. Это метастазы в кистке, метастазы в головный мозг и другие. Медики призывают регулярно производить осмотр кожи и при обнаружении подозрительных образований срочно обращаться к врачам, а также не заниматься самолечением. Елена Трунова, Николай Нечапуренко, Первый городской. Ну и первый вопрос у меня такой вот по статистике. Статистика заболеваний в нашем городе, кто чаще всего болеет, мужчины или женщины, какой это возраст, если есть какие-то цифры, пожалуйста. Ну, ежегодно в нашем городе регистрируется порядка 300-350 случаев, впервые заболевших на рак кожи. Чтобы сказать, кто чаще болеет, это мужчины или женщины, такой явных данных нету. Практически 50 на 50. Ну, все-таки чаще болеют женщины. В структуре заболеваемости у женщин рак кожи занимает второе место. И у мужчин в общей структуре рак кожи на втором месте. А среди общего населения рак кожи занимает первое место. Поэтому это довольно актуальная тема, учитывая наступающее лето, учитывая действия ультрафиолета. Ну, хочу, чтобы вот так понятным языком для наших телезрителей все-таки дали понять, что же такое рак кожи, причины возникновения и кто у нас в зоне риска. Ну, начнем с того, что опухоли кожи, они подразделяются на две группы. На доброкачественные изменения и злокачественные изменения. Доброкачественные изменения – это такие, как бородавки, гемангиомы, папиломы, пигментные невусы. Злокачественные новообразования – это такие, как базально-клеточный, плоско-клеточный рак кожи и меланома. Это довольно одна из самых коварных опухолей из всей онкологической нозеологии. Признаки, симптомы? Ну, существует такое правило. Если ты не знаешь, что это за образование на коже, подумай о раке кожи. Потому что оно может скрываться под различными масками, такими, как язвы могут быть, изязление, какие-то наросты на коже, истончение кожи. Чаще всего это говорит о перерождении, это сроки, длительность появления этих образований. Если мы видим, или пациент, если видит, что образование более года, месяца, двух, трех месяцев не заживает, целесообразно обратиться к доктору, специалисту, к дерматологу или к семейному врачу, который направит на консультацию в более специализированном учреждении, как наш онкодиспансер. Сергей Валерьевич, ну вы, наверное, уже не зря сказали, что наступает летний период и ультрафиолет влияет на, скажем так, на заболевание, рак кожи. Каким образом это происходит? Ну, давайте начнем с того, что факторы риска, это в основном повреждающие факторы, да, то есть травматические. Это за счет физического воздействия, за счет химического воздействия, за счет обычной травмы кожи. Когда попадает инфекция в рану, допустим, и из доброкачественной, она перерождается в злокачественное новообразование. То есть, так как мы коснулись темы ультрафиолета, то ультрафиолет, он может способствовать к травме кожи. За счет травмы, как у нас любят загорать, что кожа, получается ожог кожи, и на фоне ожога кожи уже доказано, чем чаще и больше было у человека ожогов кожи, когда шкура, скажем так, снимается. Тогда вероятность возникновения рака кожи выше, риск заболевания на рак кожи выше. По возрастному фактору, конечно, это люди более пожилого возраста, которые наблюдаются на фоне возрастных изменений кожи. Есть такая даже группа предраковая, то есть между доброкачественной и злокачественной, когда при определенных воздействиях на кожу одна группа может перейти в другую группу, из доброкачественной в злокачественное новообразование. Поэтому на что стоит обратить внимание человеку? Если длительно не заживающая рана, если есть какие-то выделения, или появление зуда на коже, или изменение цвета, окраски, размеров образования, целесообразно обратиться на консультацию к специалисту. Слушайте, ну тогда естественный вопрос, ну что нам не загорать, что нам как-то уберегать себя в летний период времени? Нет, ну существует правило для загара, допустим, когда все врачи советуют загорать до 11 часов дня и после 16 часов дня. Конечно, не в пик загара, когда в 12 часов, в 2 самая активность солнечного излучения и повреждающие воздействия на кожу, оно гораздо выражено и усилено. Еще не следует забывать о том, что помимо солнечного света ультрафиолет мы получаем, если мы загораем, а в основном загораем мы возле водоема, возле морей, рек, мы не должны забывать об отражающем действии ультрафиолета. Так же самое, когда люди загорают в горах на солнце, да, то есть возле воды, когда получается двойное отражение, одно за счет воды и прямое воздействие. А у нас часто народ думает, что если он спрятался в тенек, да, под зонтик, то можно уберечься от повреждающих факторов. Хорошо. Какие еще факторы, кроме солнца, кроме ультра? Ну, это может быть воздействие таких же самых кислот, щелочи, физические, химические воздействия. Это кислоты, щелочи, лакокрасочная производство может быть. Это то же самое азбестовые, цементные предприятия, которые, ну, они могут приводить к повреждающим факторам целостности кожных покровов. Методы диагностики о биопсии и вообще что она показывает? Ну, методы диагностики основаны в основном на двух методах диагностики. Это цитологическая диагностика и гистологическая диагностика. Цитологическая – это берется исследование клетки, вернее, это клетку исследуют и смотрят, есть ли изменения в сторону злокачественности или нет. А гистологическая – это исследует кусочек тканей на исследовании. И в зависимости от результата мы можем сказать, это вариант опухоли, то есть предположительно, возможно ли метастазирование этой опухоли. И на фоне этого уже индивидуально будет в зависимости от размера опухоли, от расположения опухоли на теле, от варианта опухоли, будет индивидуально подбираться лечение пациента. Ну вот, кстати, по поводу лечения, в каких случаях оперативное вмешательство, в каких применяется лучевая терапия, например? Ну, давай, на более, скажем, простых участках или более доступных, скажем, конечностей, это туловище, брюшная стенка, спина, верхние и нижние конечности, здесь целесообразно использовать хирургический метод лечения. И если это сложные участки тела, допустим, голова, или где-то складки, или лицо, где, ну, невозможно более широко отступить, не нанеся, ну, скажем, повреждающий эффект, конечно, целесообразно использовать другие методы лечения, в частности, лучевую терапию и, возможно, криотерапию. По поводу всеми, наверное, нашими любимыми народными средствами, ваш комментарий, насколько часто вы сталкиваетесь с этим, и что можете сказать по этому поводу? Ну, наверное, ориентировочно каждый десятый случай, который приходит впервые, обращается на консультацию в нашу больницу, так или иначе сталкивается с различными экспериментами по поводу народных средств, начиная, наверное, от самого банального йода, когда йодом выжигают, есть электролитами выжигают, чистотелом, то есть различными химическими средствами. Тем самым хуже делают? Ну, опять же, тем самым они делают повреждающий фактор кожи, да, люди самостоятельно, наверное, сложно оценить глубину распространения этой опухоли. В результате, если не учитывать эти факторы, размер, глубину, распространение, ну, они могут на время какое-то убрать эту опухоль, но под кожей это образование будет увеличиваться, расти, и в зависимости от варианта может дать метастазы. Понимаю. Ну, еще раз, еще раз очень хочу сделать небольшой акцент на то, что вот когда мы понимаем, что ты запустил себя, и когда, ну, что действительно нужно уже обращаться к врачу. Ну, скажем так, существует 4 стадии рака кожи, в зависимости от размера опухоли делятся, и в зависимости от распространения, от поражения окружающих тканей. Первая стадия опухоли – это опухоль до 2 см. Понятно, если пациент видит изменения какие-то, изязления, которые длительно не заживают, там, до 2 см, используют мази, кремы и положительного эффекта не достигается, целесообразно обратиться на прием к более узкому специалисту, для того, чтобы взять анализ этого образования и подсказать, есть ли там изменения или нет. Потому что при использовании любых ранозаживляющих мазей на измененную клетку она будет делиться и тем самым увеличивать себе подобные измененные клетки. Я не знаю, возможно, экологическое состояние нашего города способствует для того, что, ну, я имею в виду, причины или, в принципе, никак не влияет? Если учесть мировую статистику и областную статистику, то есть и в области, в Днепропетровской области опухоль кожи стоит в структуре всех заболеваний на первом месте. И, по большому счету, в мировой статистике она тоже занимает одно из лидирующих мест в структуре общей заболеваемости онкологической. Форма жизни человека, я имею в виду, питание, вредные привычки, раздражителем, с кем так и являются? Может быть, я хотел бы еще чуть-чуть добавить, а вы там где-то смонтируйте. В плане того, что опухоли бывают трех разновидностей злокачественные. Базально-клеточный, плоско-клеточный и меланома. Если базально-клеточный, он не дает метастазов, растет только в ширину. И, естественно, по срокам опухоль до 1 см растет приблизительно в течение года. Поэтому не болит, может периодически вызывать зуд. И поэтому люди немного занимаются самолечением. В результате приходят, когда уже год, два, полтора не видят положительного эффекта. Это, скажем, более благоприятный вариант. Почему? Потому что базально-клеточный рак не дает метастазов. Но он растет только в ширину. И, как я уже сказал, с каждым годом практически на 1-2 см. Если плоско-клеточный рак кожи, то такие опухоли растут на 1-2 см. Это порядка около 6 месяцев. 3-6 месяцев. Они растут довольно быстро. И могут давать изменения в региональных, то есть ближайших лимфоузлах. В результате этого люди часто приходят как по поводу образования на коже, так и появления каких-то уплотнений в ближайших, ну, скажем, подмышечной, допустим, области. Если это на спине, на грудной клетке. Поэтому дифференцировка между этими опухолями будет нам давать методы диагностики. И биопсия, и гистологические, и цитологические методы исследования. И самая коварная опухоль – это меланома. Та, что растет из пигментных клеток. Как в народе говорят, родимок появляется. Почему она считается самой коварной и опасной? Потому что она метастазирует как лимфогенно, так и гематогенно. То есть через кровь и через лимфу. А также практически, что у нас в каждой клетке, практически в каждой клетке содержится пигмент меланин. В том или и меньшей, или большей степени. Поэтому предугадать, куда она может пустить метастазы, очень сложно. И практически она дает метастазы в различные органы. Ну, чем чревато, скажем так, какой исход сам плохой может наступить, если действительно не обращаться к специалисту? Ну, давайте начнем с самой коварной опухоли – меланомы. И если это меланома, и если эту опухоль не лечить, то люди погибают в течение года. Если люди обращаются на ранней стадии заболевания, как я уже сказал, опухоль до 2 см, это практически первая стадия заболевания, эффективность лечения составляет порядка 100%. Практически приближается к 100%. То есть 95-8-100% полного излечения. Естественно, чем человек приходит в более поздней стадии заболевания, тем эффективность лечения снижается. Но у нас были такие случаи, да, хотелось бы сказать, что при малых размерах, когда люди обращаются на консультацию и за помощью, и лечением в онкодиспансер, лечение можно сделать, даже не госпитализируя стационар. Амбулаторный человек пришел, ему удалили это образование, и он пошел и практически и 20, и 30 лет живет, и уже забыл, что обращался когда-нибудь в онкодиспансер. Поэтому эффективность лечения очень высокая. Ну, наверное, все будет зависеть от своевременного обращения за помощью. Последние несколько вопросов о профилактике. Хочу, чтобы Вы несколько слов сказали. Ну, профилактика – это обычно, никаких практически нюансов серьезных нет. В основном это профилактика повреждающих факторов кожи. Почему? Потому что, допустим, те опухоли базально-клеточные, они чаще всего располагаются на открытых местах тела. Это лицо, конечности. Плоско-клеточные – это более закрытые места тела, это туловище. Поэтому, ну, основным из факторов, как мы уже говорили, это фактор повреждающий – травма кожи. Ну, и последний вопрос, честно говоря, все редакции собрали мы вот такой вот один вопрос от всех, потому что все хотят хорошо выглядеть. Сейчас популярность соляриев набирает обороты, летний период времени. Солярий как-то влияет на заболеваемость рака кожи или нет? Ну, если правильно использовать, то явных противопоказаний нет. Но мы знаем, что у девочек до 18 лет нецелесообразно использовать солярий. Это раз. Во-вторых, если там же в солярии находятся лампы, и в зависимости от срока эксплуатации этих ламп, мы же, если это все придерживаются техническим характеристикам, как бы противопоказаний нет. Но сложно ответить на этот вопрос, потому что все зависит от, наверное, уровня, где расположен этот солярий. И меры, наверное, пребывания у него. Ну, и сроки, и меры, и режимы, скажем так, получения загара. Спасибо огромное. Я хочу, чтобы вы буквально в эту камеру сказали, где, когда можно обращаться с подобных проблемами. Ну, к врачам, вернее, пациентам целесообразно обращаться в первую очередь к семейным врачам, которые при осмотре могут заподозрить или доброкачественное, или злокачественное новообразование кожи. В результате они могут направить на консультацию как специализированный кожный диспансер, так и на консультацию в онкологический диспансер. Поэтому отказов нету. Мы принимаем ежедневно с 8 до часу каждый день, кроме субботы и воскресенья. Телефон регистратуры можно записать, уточниться, 72-05-32. Спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях, и мы говорили, да, на тему рака кожи, с врачом-онкологом выше категории, Криворожского онкодиспансера. Кулак Сергей Валерьевич был у нас в студии. Меня зовут Иван Дычак. Будьте здоровы. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!